Привет, почему тебе нужно начать пользоваться N8M немедленно? Ну, помимо того, что это самая мощная платформа по автоматизациям, которые мы видели за последнее время. Ну, может быть, потому что ты можешь автоматизировать вообще все, что угодно и присоединиться вообще к любому инструменту, к которому, в принципе, возможно присоединиться. Хочешь анализировать YouTube? Хорошо, можно устроить. Читать или постить что-то на Reddit? Ну, тоже ок. А может, через Telegram управлять своими заметками? Тоже несложно. Если честно, мне кажется, что тут самое сложное — это придумать, что ты хочешь сделать и реализовать это из своей головы. Ну, а все остальное — вопрос техники и знаний. Ну, не забывай, что ты можешь все организовать в облаке буквально за несколько минут, либо установить себе на свой сервер, на свой старенький ноутбук или вообще куда угодно, чтобы все это было мега секьюрно, безопасно и полностью по твоим контролям. Ну, вот смотри, пример. Я себе придумал, что у меня есть мой Telegram-бот, который напрямую общается с заметками на моем личном компьютере, может добавлять туда заметки, либо может читать оттуда заметки. И более того, на основе моих заметок писать посты или статьи и постить это в мой канал. Чё, думаешь, это очень сложно? Если честно, не очень сложно. Давай посмотрим вместе. Ну вот, база моих заметок. Как обычно, сюда попадают новые мысли. Я что-нибудь смотрю, где-нибудь гуляю, у меня возникает мысль, я быстренько ее записываю. Ну вот, моя мысль про рабочие места в будущем, рутина уйдет, возможно, именно человечность, эмпатия станут самой дорогой валютой. Ну или вот мои измышления про этику в искусственном интеллекте. Ну и, в принципе, это слепки моих мыслей, которые попадают мне в Obsidian. Все новые сегодняшние уходят в папочку «сегодня» и остаются здесь, пока я их не рассортирую. А можно ли управлять этими заметками? Писать новые, удалять старые, создавать тексты на основе заметок, анализировать? Например, голосом и через Telegram? Да, конечно, можно, потому что заметки в Obsidian — это текстовые файлы, которые хранятся в конкретной папочке или в подпапочках, которые мы можем открыть откуда угодно. Так вот, эти заметки я хочу создавать из Telegram, вот пока гуляю, прям своим голосом. Нажимаю на плюсик, ищу заветную ноду Telegram, добавляю ноду OnMessage, ну и мне нужен какой-то бот в Telegram, который будет именно меня очень трепетно слушать. Я открываю Telegram прямо в поиске, ищу BotFather, и в первой же строчке у меня попадается такой бот, который позволяет создавать новых ботов. Нажимаем на него, он говорит, давай стартанем, нажимаю Start, здесь набор команд, вижу новый бот, нажимаю новый бот, дайте ему имя, мы дадим сейчас какое-нибудь тестовое, вы дадите что-то более осмысленное. Сейчас мы придумываем ему юзернейм, главное, чтобы он заканчивался на подчеркивание бот, и все, мне Telegram говорит, вот тебе твой API токен, копируй его и используй как угодно. Возвращаемся в N8N, нажимаем новые креденшалы и прям вставляем сюда свой Access Token, и вот наш зеленый свет счастья, все работает хорошо. Сразу же тестируем. Нажимаем кнопочку выполнить, идем в Telegram, пишем привет, и сразу увидим, как наш привет прилетает к нам в N8N. Первый шаг закончен, но это ли не прекрасно. Что я хочу сделать дальше? Я хочу присоединить нейронку, которая будет понимать, это создание новой заметки у меня в Obsidian или использование текущих заметок, поэтому нам нужен ИИ. Агенты нам тут не нужны, давайте просто добавим базовую LLM Chain, то есть обычный запрос к любой нейронке, которую мы захотим. Здесь я сразу поменяю на Define Below, потому что мы не используем классический чат от N8N, а нашу ноду в Telegram. И сразу к этой ноде добавим какую-нибудь нейронку, которая будет работать хорошо. Давайте какую-нибудь маленькую модель от OpenAI, GPT-4.1 mini, вполне себе подойдет. Берем, присоединяем Telegram к этой ноде, и теперь нам нужен prompt. Мы-то знаем, что prompt нам приходит из Telegram, вот в этом поле. Прямо перетаскиваем, и все. Видите, в переменной текста от Telegram содержится наше сообщение «Привет». Отлично, а теперь давайте зададим очень специфическую инструкцию. Нажимаю Add Prompt, здесь System Message, и я напишу что-то такое. Твоя цель — проанализировать мои слова и понять, это просьба создать новую заметку у меня на файле, либо написать некоторый Telegram пост. Это у меня такая мысль, что на основе заметок я буду потом еще посты писать. Прямо так и говорю. Если это новая заметка, то верни мне JSON, который должен выглядеть вот так. Давайте их чуть-чуть отобьем вниз. В этом JSON будет вердикт нейронки. Это заметка либо просьба создать новый пост. Будет имя этой заметки, пускай он сам его придумает. Ну и сам текст заметки, если я каламбурно что-нибудь рассказал, он чуть поправит грамматику. Но вот если это просьба создать пост, то JSON будет отличаться и будет совсем маленький. Будет просто ответ — пост. Ну, выглядит хорошо. Но хочется уже протестировать. Давайте запустим выполнение, и я какую-нибудь мысль напишу. Пишу — это заметка. Момент, когда ИИ начнет улучшать сам себя, изменит историю. Мы стоим на пороге событий, которые невозможно предсказать. Ну, я думаю, что это что-то про сингулярность. Давайте отправим это сообщение. Вот мы его получили у нас в N8N. Давайте пропустим через нашу нейронку. Вердикт нейронки — это ноут, то есть это заметка. Сам текст заметки. Прикольно. И дала ему имя «Сингулярность» и «Самосвершенствование ИИ». Прекрасно. Я нажму вот эту кнопку «Запинить», чтобы мы каждый раз не пригоняли нейронку. Теперь мы будем работать с этими данными. Ну вот пока мы строим нашу автоматизацию. Что нам нужно сделать дальше? Мы должны понимать, что нейронка отдает нам текст. Этот текст нам хорошо бы перевести в некоторый объект с полями. Самый простой вариант это сделать — нажать вот эту кнопочку. Это будет означать, что любой текст, который отдаст нейронка, будет трансформирован в объект с заданными полями, который мы потом сможем гибко использовать. Но если честно, вот эта штука работает 9 раз из 10, и меня она просто раздражает, когда не работает. Поэтому я делаю бронебойно. Я добавляю ноду «Код». Это нода, которая, не поверите, позволяет написать код. Тут можно на питоне, либо на джаваскрипте написать. Все это удалим. Я напишу здесь такой код. Это просто парсинг входящего текста в JSON. Его выполним. Переключимся в JSON, и мы видим, что теперь это все прям по красоте. У нас есть отдельное поле «Ответ», отдельное поле «Текст», отдельное поле «Имя файла». Теперь давайте сделаем условие. Мы-то знаем, что нам нейронка может в ответе отдать либо ноут, либо пост. Поэтому давайте на это завяжемся. Прямо вставлю сюда и скажу. «Если ты мне отдала ноут, то я пойду по веточке ноут. То есть я буду создавать себе новую заметку в Obsidian». Отлично. Мы выполнили эту ноду и видим, что она как раз пошла по веточке true. Давайте же обработаем эту историю. NvC Man может создавать файлы и работать с вашим локальным диском. Для этого ваш NvC Man нужно чуть-чуть специфическим образом развернуть, прописать правильные туда переменные. Если вам прямо интересны тонкости NvC Man, или вообще начинайте только изучать его, то посмотрите ссылку в описании. У нас есть прикольнейший мастер-класс, который буквально за несколько тем вас погрузит в основу NvC Man. А потом на основе Pro материалов вы можете погружаться в тематику и автоматизации просто бесконечно. Так что чекните ссылку в описании. Ну а мы пишем файлы на наш диск. Я нажимаю плюс, ищу ноду, которая называется «Конвертировать файл». И мне нужна конвертация в текстовый файл. Нажимаю сюда. И он говорит, что тебе сконвертировать? Дай мне данные, которые я буду конвертировать в файл. А ведь данные-то у нас есть уже. Выходим отсюда. Коннектим ноду if к этой ноде. Открываем ее. Смотрим, где у нас сами данные, которые мы хотим превратить в файл. Так, это наш текст. Прям берем, перетаскиваем. Текст прекрасно. И давайте сразу пробовать. Нажимаем. И смотрите, у нас до этого был обычный JSON, а теперь у нас есть бинарник файла, который правильно мы можем сохранить себе на диск. Давайте его посмотрим. И вот он наш контент внутри файла. Ну круто-круто. Пора добавить еще одну ноду. Она называется «Прочитать либо записать на диск». Добавляем ее. Сейчас мы хотим записать на диск, ведь у нас уже есть что записывать. В зависимости от того, как вы развернули n8man, у вас будет доступен тот или иной контейнер или диск, куда вы сможете писать ваши файлы. У меня будет довольно длинный путь. Сейчас мы его сюда напишем. У меня это home, node, n8manfiles. Дальше. Моя папка obsidian, где лежат все мои заметки. У меня там есть папка today, куда падают все мои файлы за сегодня. Давайте его назовем как-нибудь. А ведь имя у нас уже есть. Давайте переключимся в схему. Имя у нас было в предыдущих нодах. Мы его специально создали. Давайте прямо сюда его закинем. Отлично. Так, здесь пробельчик убираем. И давайте дадим ему разрешение md. Вот он говорит, я тебе готов создать файл с названием сингулярность и самосовершенствование.ii, но давайте выполнять барабанная дробь. Бум. Наш файл создался. Пойдемте посмотрим на диски. Так, папочка today. Наш файл сингулярность и самосовершенствование.ii. И внутри тот самый контент, который нам нужен. Давайте проверим из obsidian, что все создалось классно. Так, мой obsidian, папочка today. И вот наша сингулярность и самосовершенствование. Мы только что сделали свой механизм, когда мы рассказываем что-то в телеграм про свои мысли, а эти мысли оказываются непосредственно в obsidian на нашем локальном компьютере. Ну, мне кажется, это уже крышесносно, но это только начало. Сейчас мы такое с этим сделаем. Возвращаемся в наш n8man. Давайте все сохраним. Почаще сохраняемся, n8man такой непредсказуемый. А теперь я придумал такой кейс. Я весь день хожу, наговариваю мысли. Все эти мысли идут по веточке создания новых файлов в obsidian. Они у меня оказываются все в папке today. В конце дня я хочу сказать через свой телеграм, слушай, возьми все мои мысли и сделай на основе этих мыслей полноценный классный пост, который я хочу запостить в свой бесплатный телеграм-канал. Кстати, на бесплатный телеграм-канал ссылка тоже будет в описании, так что чекайте. И как будто бы у нас уже есть классный задел под это. Вот эта веточка, веточка нижняя, мне кажется, может нам с этим помочь. Давайте делать. Хочу добавить еще одну ноду, read-write files from disk. Только теперь мы читаем файлы из диска. Из какой же папки мы читаем файлы? Идем в эту ноду. Папочка будет та же самая. Today. Забираем. Возвращаемся в эту ноду. Вставляем. Давайте сразу напишем паттерн. Я хочу, чтобы все файлы с расширением md в этой папочке сейчас прочитались в n8n. Нажимаю execute. Все 9 файлов сейчас в n8n. Это ровно вот эти самые файлы, которые сейчас у меня в обсидионе в папочке today. Я хочу достать контент из этих файлов и забрать его как текст. Есть специальная нода, называется extract from file. И здесь есть нода extract from text file. И он спрашивает, где у тебя лежат бинарники с данными? Дай их мне. Я сейчас достану оттуда текст. Нажимаем execute. Видим, что он 9 раз что-то извлек. Переключаемся в таблицу. Все мои тексты за сегодняшний день, все мои мысли сейчас оказались здесь. И мы, мне кажется, приближаемся к чему-то мега классному. Давайте, чтобы нейронку не гонять слишком много, пока мы все тестируем, я добавлю ноду лимитирования. Я скажу, возьми только 3 объекта последних, а не 9. И с ними мы будем сейчас работать. Вот он мне залимитировал мои 9 объектов до 3. И сейчас я хочу сделать такое. Мне важно получить какую-то информацию дополнительную к моим мыслям, которые естественным образом возникают за день в моей голове. Я хочу, чтобы к каждой мысли нейронка поискала где-то в интернете релевантные топики, и я мог сам увидеть какие-то релевантные источники, релевантные мысли, которые резонируют с тем, что я написал за весь день. Как мы ищем в интернете? Да куча способов. Давайте воспользуемся Tavili. Идете на tavili.com, логинитесь или создаете себе аккаунт, и вам Tavili выдаст целых 10 тысяч бесплатных кредитов на месяц. А Tavili очень хорош в том, чтобы классно и быстро искать данные в интернете. Как это делается? Идем в документацию. Здесь нажимаем документация. И видим, что у него есть очень простенький API, который помогает с поиском. Вот он Tavili Search. У него даже представлен какой-то сам curl запрос. Давайте забираем этот запрос. Возвращаемся в наш N8N, нажимаем здесь плюсик, пишем HTTP запрос. Здесь нажимаем кнопку импортировать curl, вставляем наш curl, который мы только что забрали из документации. И вот он вообще нам все заполнил. Единственное, нам промеси, наверное, сейчас не очень актуально читать. Давайте будем искать в интернете то, что соответствует нашим мыслям. Берем и прямо из лимита перетаскиваем сюда поле data. Это значит, что сюда в запрос будет попадать конкретная наша мысль, которой мы будем искать доп. информацию. Давайте нажмем вот эту кнопочку, сразу пробежимся по настройкам этого API запроса. Здесь все, куча чего можно делать. Меня интересует, кстати, вот raw content. Это, скажем так, необработанный контент, необработанная информация, которую найдет в интернете. Давайте это поменяем в true, чтобы было всегда пригодиться. И вот чуть-чуть выше, да, вот здесь на место токена нам нужно забрать наш токен, который есть у Tavili. Возвращаемся обратно на наш дашборд Tavili, забираем этот токен, идем в N8N, вставляем токен. Так, и мне кажется, мы готовы отослать запросы в Tavili. Нажимаем кнопочку execute, ждем чуть-чуть. Бам! И нам прилетает три ответа. Ответ по каждому из наших запросов со свежими статьями из интернета, которые нам, в принципе, пригодятся. Наш статус-кво сейчас. Мы забрали с диска наши мысли за сегодняшний день. Потом к каждой из этих мыслей мы нашли релевантную информацию в интернете для того, чтобы дополнить ее контекстом. И сейчас мы хотим сгенерировать небольшой постик, который мы будем постить вообще куда нам нужно или хочется. Чтобы было с этим всем работать удобно, давайте добавим еще одну ноду, которая называется aggregate. Она агрегирует просто, так как у нас три объекта на предыдущей ноде, мы хотим забрать конкретное поле. Вот все, что нам отдал Tavili по всем нашим трем мыслям. Вот мы видим, в каком поле у нас хранится наш необработанный контент. Это raw content. Прям закидываем сюда это поле. И мы видим, что все, что мы получили и ставили, объединилось в один объект и находится в этом поле raw content. Так давайте же напишем пост на основе того, о чем мы думали за этот день. Опять обойдемся без агентов, добавляем basic.llmchain и напишем такой промт. Я бы хотел, чтобы ты написал пост для моего телеграм-канала на основе юзер-промта, который я тебе дал выше. Не делай сообщение слишком длинным. Давай оставим это коротким. Скажем 15 предложений. И давай добавим туда чуть-чуть фана и эмоций. Кажется, звучит круто. Ну что, давайте напишем свой пост. Нажимаем execute. Ждем. Так, прилетает ошибка, ну потому что мы никакой модели-то не добавили. Нажимаем плюсик. Добавляем ту же самую модель. Так, только единственное, нам же нужно задать этот юзер-промт. Закидываем сюда raw content. Отлично. И ждем, что нам напишет наша модель. И вот наш результат. Когда роботы начнут копировать роботов, накопленный капитал обесценится до нуля, а работы не будет как понятия. Звучит как начало футуристического блокбастера. Ну вообще-то да, так и звучит. И теперь, что мы делаем с этим постом? Я, например, хочу в свой Телеграм это постить. Как это делается? Так у нас все готово для этого. Возвращаемся в Телеграм. Я только что себе создал новый Телеграм-канал. Идем в этот канал. Видим, что тут есть строка администраторы. И добавляем нашего бота, Телеграм-бота, которым мы пользуемся с самого начала, как от администратора. Он так и называется. Можете настроить ему права, так как вам нужно. Это мой бот, и мне не жалко для него ничего. И вот наш бот здесь. Это значит, что как минимум наш бот может постить здесь сообщение. Как быстрее всего понять, как конкретно в этот канал бот может запостить сообщение? Пишем тестовое сообщение. Забираем его ссылочку. Копируем. Вставляем прямо сюда. И вот здесь в серединке между двумя слэшами и будет айдишка этого канала. Соответственно, возвращаемся в наш инвесимен. Нажимаем плюсик. Телеграм. И теперь мы хотим послать текстовое сообщение. Вот наша нода для отсылки сообщения. Само сообщение у нас уже есть. Прекрасно. Поэтому берем его прямо вот сюда. Вставляем в поле текст. Здесь сразу добавим избавление от атрибуции n8n. А тот самый чат-ид, который нам нужен, мы только что скопировали. Вставляем его сюда. И всегда в самом начале добавляем минус 100. Так точно попадем в айдишку канала. Бот у нас сейчас админ этого канала. Айдишка канала нам известна. И теперь бот может послать сообщение, которое сформировано на основе наших мыслей за день. А как вам идея теперь протестировать все это вместе? Возвращаюсь в наш телеграм, в нашего бота и говорю. Напиши вечерний пост, пожалуйста. Отправляю. Возвращаюсь в инвесимен. Запускаю автоматизацию. Смотрю, как она отрабатывает. И кажется, нам только что что-то пришло. Проверяем наш канал. Когда роботы начнут копировать роботов, накопленный капитал. Даже с тегами, с эмоджи. И в принципе написан на основе того, о чем мы думали с вами за весь день. Ну что, финальный штрих. Нам осталось дать голос нашему боту. А делать спрочу простого. Ищем ноду в телеграме, которая называется get a file. Вот она у нас. Добавляем ноду. И нам она нужна как раз после нашего сообщения боту. Коннектим. Так. Выровняли. И он говорит, дай нам файл ID. Как мы понимаем, что за файл ID? Очень просто. Делаем тестовый запуск еще раз. Запускаем. Возвращаемся в телеграм и говорим. Раз, два, три. Отсылаем. Ага. И теперь мы видим нечто иное. Нам прилетает voice. А у этого voice есть файл ID. Это именно то, что нам нужно. Переходим в следующую ноду. Ищем файл ID. Вот он наш файл ID. Нажимаем execute. Видим, как наш аудиофайл оказался здесь. Это ли не прекрасно? А теперь пора это транскрибировать. Как это делается? Нажимаем плюсик. Пишем transcribe. Здесь open.ai. И здесь есть нода transcribe recording. Отлично. Креды у нас есть. Все есть. Выполняем ноду. И вот он наш. Раз, два, три. Ну, кажется, мы близки. Теперь эту ноду коннектим к нашей LLM chain. И чуть-чуть меняем здесь. Потому что теперь у нас уже не текст. А JSON текст. Выход из предыдущей ноды. Сохраняем. И тестируем. Так. Создай ко мне новую запись. Ко мне недавно подошел человек один. И сказал, что искусственный интеллект. И интеллектом-то назвать нельзя. Ведь это набор алгоритмов, матриц, скалярных произведений. Ничего общего с классическим пониманием интеллекта в этом нет. Отправляем. Смотрим, как отрабатывает наша запись. Да, транскрибируется. Прекрасно. Так. Угу. Так-так-так. Теперь запись пытается... И она пошла по верхнему пути. Ну что, идем в Obsidian и смотрим, что получилось. Так, видим папочку Today. И на первом месте есть запись, которая называется Критика искусственного интеллекта. Ко мне недавно подошел человек, сказал, что искусственный интеллект и интеллектом-то назвать нельзя. То есть наша заметка голосовая только что превратилась в запись в Obsidian. На основе этого мы можем потом предпринимать любые действия. Но это ли не круто? И вся эта история ограничена только вашей фантазией и тем, что вы хотите автоматизировать для своей работы, для своей карьеры, лично для себя. Ну что, на этом все. Мастер-класс по NOSIMAN в описании. Ссылка на бесплатную телеграм-группу тоже в описании. Присоединяйтесь и до скорых встреч.